Колебалки из двух колебалок. Чтобы приманки на проводке не стучали друг от друга слишком громко, их лучше как-то фиксировать. К примеру, вот эта колебалка получилась из склеенных герметиком двух троллинговых колеблющихся блесен. В результате мы имеем приманку длиной 18 сантиметров и весом более 120 граммов. Как раз то, что нужно при ловле на глубинах более 7 метров. Сейчас мы из двух сравнительно легких колебалок сделаем одну тяжелую. Для начала снимаем с колебалки заводные кольца. Теперь отгибаем проволочку и снимаем бусину. Аналогичным образом поступаем со второй блесной. Соединяем две блесны и фиксируем их заводными кольцами сначала с одной стороны, а затем с другой. На такую блесну уже можно ловить, но рыбе не всегда нравится сильный стук блесен друг от друга. Поэтому блесны нужно зафиксировать проволокой. Родная проволочка слишком короткая для соединения двух приманок. Берем нержавеющую проволоку диаметром 0,8 мм. Пропускаем через обе колебалки и загибаем ее конец. Теперь загибаем проволоку сверху. Одеваем на проволоку бусину. Определяем места очередного сгиба. Отрезаем излишек проволоки. Заводим проволоку в верхнее отверстие блесен. Теперь нужно отгибом конца проволоки в сторону, где будет крючок зафиксировать и бусину, и сами колебалки. Осталось поставить тройник. Все готово. Блесна стала весить около 52 граммов при сравнительно компактных размерах. Данной приманкой можно очень комфортно ловить на глубинах от 5 до 10 метров. Следует оговориться, что утяжеленные блесны будут играть несколько иначе, чем одинарные. По уму для каждого веса и размера блесны есть своя оптимальная форма, глубина штамповки и линии изгибов. Поэтому, конечно, тяжелая одинарная, грамотно сделанная блесна будет работать лучше, чем собранная из двух легких колебалок. Тем не менее, сдвоенные колебалки отлично ловят рыбу и значительно расширяют возможности рыболова на самых разных водоемах. Фράцем вожден. РеабилGHTS. РеабилGHTS. АВТОМ АФИА. Завцебвежав. РеабилGHTS. Фоно-ребил. 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 Кого-то. Субтитры сделал DimaTorzok